приветствую всех на канале очередной айди к нам приехал это айди 6 кстати иногда спрашивают где находится отключатель батареи на айдишках вот вот это есть у нас сервисный разъем который отключает батарею в случае каких-либо работ она обрубает 4 провода обрубает хвилл и обрубает питание контакторов здесь вообще две проблемы с которой автомобиль обратился это первое то что не работает кондиционер но из-за того что здесь хладагент r744 а это у нас углекислый газ то здесь высокое давление и к сожалению пока мы не можем не заправить не проверить но при диагностике мы обнаружили что по всем пяти датчикам у нас давление около одного бара то есть атмосферное давление то есть у нас по сути система абсолютно пустая и владелец автомобиля сказал что проверяли опрессовывали систему и где-то травит на компрессоре кондиционера к сожалению нас пока нет переходников для того чтобы проверить поэтому мы это немножко отложим на позже вторая проблема это то что не работает задняя левая дверь она изнутри открывается снаружи открываться не хочет сделали диагностику и обнаружили что у нас она просто не видит концевика этой двери при этом изнутри автомобиль у нас открывается в общем надо будет сейчас скрывать карту двери и смотреть что у нас ручкой я знаю что на вагах и ручки и концевики в ручках это частая проблема посмотрим как найди 6 это же проблема лишь только здесь другое снял карту двери и что можно увидеть а можно увидеть что здесь провода все белого цвета и теперь чтобы прозванивать без схем как они идут здесь вообще не понятно вообще все начиная от динамиков кончая вот этим блоком который видимо отвечает за дверь либо в динамике силовые провода короче говоря все белая только вот три провода это два коричневых один желтый вот так вот ремонтируйте машина и вот процессе разборки когда изнутри увидел что там стоят какие-то две мощные пружины и решил понять почему для чего они нужны оказывается что она этих volkswagen вот эта ручка она не просто для того чтобы потянул ее там концевик сработал и вот эти кнопки для закрытия двери она еще может делать вот так вот очень туго но вот так вот она может открываться это нужно для того чтобы аварийно открывать не знал такого но теперь буду знать но очень с большим усилием она открывается вытащили ручку вот так вот выглядит сама ручка с аварийным открыванием а фиксируется она с помощью вот этих вот усиков и вот такой сдвижной планки не знаю будете видно или нет и эксцентриком то есть по сути нужно провернуть эксцентрик сдвинуть планку которая упирается и дальше можно достать ручку сейчас я буду прозванивать его посмотрим почему она у нас не работает инструкция по разборке того что не разбирается автопроизводители поняли что запчасти не нужно делать разборные если она вышла из строя выкинул ее и забыл о ней все клеено и самое интересное что когда поливали ее очистителем то вовнутрь затекала затекал этот очиститель то есть туда кроме очистителя могла попасть и вода и в результате могла умереть а там не концевик идет а целая плата то есть там не аналоговый сигнал а и вон видно что все покислялась где милан вот чем была причина поломки просто сгнил контакт на плате кстати плата не локированная ручку восстановили теперь она уже работает кнопочка отрабатывает и теперь это все нужно пособирать владелец попросил также чтобы мы проверили компрессор кондиционера мы его отсюда демонтировали и начали проверять его что мы нашли скрыли компрессор кондиционера это наш специалист вадим который и разрабатывал стенд для проверки компрессоров и заодно он как раз иногда интересуется тем из-за чего выходит компрессор для того чтобы в будущем всем владельцам стенда для проверки компрессоров была информация что куда смотреть и вот что было обнаружено так мы разобрали компрессор и значит вот такую шину и вон отрисло у канал я к и в д до отвару сапуна и через цей отверт вышел весь глаз вон видно эта трещинка и здесь сколько давление в этой системе до 100 чистый гостеборном 180 естественно что это давление все вышло через эту трещину вот так вот и вроде как мы когда разговаривали с владельцем вернее с представителя владельца он сказал что автомобиль был приобретен зимой и зимы компрессор кондиционера не нужен видимо типовый насос его не использовали и когда пришла жара попытались заправить и его сразу стравила через вот этот вот сапун явно видно что там написано фильтр но это сапун отвары а где клапан сброса давления аварийный вот сам клапан сброса из первоначально думали что с не острове сбросила но оказалось сбросила просто через сапун будь здоров сбросила через сапун и газ весь вышел было назразумимо чему справа там шоколай поставила компрессор на стенд историю автойск короче на стенде он работает а когда заправляешь а когда заправляешь давление номинально сколько есть нужно здесь углекислый газ он под огромным давлением естественно держать не будет в общем этот компрессор под замену у нас есть другой компрессор и мы его сюда установим на автомобиль и отпустим вот так вот высокое давление экологично но вернее углекислый газ экологично но при этом проблематично да очень высокое давление установили компрессор кондиционера он находится вон там вот внизу и поэтому пришлось это все немножко подразобрать сейчас уже заканчиваем сборку но к сожалению из-за того что у нас нету станции по заправке углекислым газом поэтому отдадим автомобиль владельцу чтобы он его заправил сначала вакуумировал потом заправил вот здесь написано что кладагент r744 это co2 420 грамм если кому-то интересно и еще иногда в комментариях спрашивают как снять чеку на volkswagen ходишь как вот это и есть сервисный разъем который отключает высоковольтную цепь вот он находится возле бачка плюс-минус на всех вагах они находятся здесь кстати как оказалось наш компрессор кондиционера точно с таким же дефектом поэтому представитель владельца заказал новый компрессор вроде как с устраненным дефектом но судя потому что эта проблема как казалось не единичный случай то проблемы владельцев еще будут да еще что хотел сказать этот автомобиль нам привез не владелец авто мы сама владельца не видели нам это автомобиль в ремонт привез тот человек который занимается импортом этих автомобилей из китая и несмотря на то что этот автомобиль был продан еще примерно полгода назад все расходы взял на себя именно импортер это кстати о гарантии серых дилеров ручку установил дверь собрал все уже открывается работает и если вдруг машина по какой-то причине перестанет открываться с кнопки то можно чисто теоретически открывать ее вот так пока только нужно приложить очень много усилий потому что она открывается очень туго тем более здесь все пластик и еще и мало того стремно потому что все сделано честно говоря так себе в общем этот автомобиль готов сейчас пособираю инструмент выпускаем автомобиль и хочу порекомендовать владельцам автомобилей айди 4 айди 6 в общем с такими ручками которые как казалось гниют за один-два года порекомендовать не ездить на машине в дождливую погоду и не хранить машину под открытым небом а так в принципе автомобиль очень даже и неплохой если бы еще не ломался в общем вот такой вот был ремонт если вам нравится такой контент то подпишитесь на канал поставьте колокольчик и до скорых встреч всем пока